Вот эти деревья валяются здесь уже неделю, подмяв по себе провода, отчего во многих частях города до сих пор нет света. И такая картина не только здесь, а в большей части города. Когда же Салтарас наконец удосужится навести порядок на дорогах и улицах областного центра, вопрос получается риторический. В Таразе до сих пор идут восстановительные работы. Задействованы работники порядка ста организаций, в том числе коммунальных и частных структур. Спасатели совместно с ними уже четвертый день отрабатывают выезды по городу, проводят спил веток, освобождают автомобили и остановочные комплексы из-под упавших стволов деревьев. Откликнулись помочь городу и сотрудники Палаты предпринимателей Жамбулской области. Они дружно очищают свою территорию. Палата предпринимателей вышла из инициативы Аким от города Тараз, чтобы помочь городу очистить от деревьев. На сегодняшний день Палата предпринимателей работает 30 человек, машинами обеспечены. Идет полным ходом уборка территории, выделенной нам 5-го микрорайона Акиматом города. С того самого злополучного дня на многих улицах города не работают и светофоры. Пробки, хаотичное движение, перебежать улицу даже по пешеходной полосе для горожан проблематично уже неделю. Уступать никто не хочет, угодить под колеса можно запросто. Там сильно высокое напряжение, понимаете, 250. Мы его включим, потому что если мы его включим, у нас весь объект просто сгорит. Месяцом для топора. Там 250 напряжения у РЭС. Пока они не налаживают там свою систему, свое питание, мы его не подключим. А кто это должен сделать? Это первый трассный день. В первую очередь ответственные лица обещали восстановить подачу электроэнергии. Однако без нее до сих пор остаются около 200 абонентов. ТО «Жамбулские городские электросети» данную ситуацию нашему телеканалу прокомментировали. В таких условиях работают круглосуточно. Из заявленных без света абонентов осталась самая малость. Сегодня планировали завершить, однако снова поваливший снег работу наверняка притормозит. 190 абонентов заявок, еще мы должны подтянуть 190 заявок. Для этого мы применяем все силы, погоду видите. Согласно правилам техники безопасности, правилам устройства, вообще вот такой погоду мы не должны ничем не заниматься. Но так как люди уже неделю без света, 5-6 дней, но и все равно наши все бригады находятся на днем. Снег в южных регионах Казахстана выпал 13 октября. Приход зимы стал для многих полной неожиданностью. Упавшие деревья после снега повредили порядка 10 авто, в городе образовались пробки. Из-за осадков Жамбулской области без света остались 15 680 абонентов. Из них 7 300 в областном центре. Глава города Нуржан Календеров призвал на помощь жителей в уборке рухнуших деревьев. Если каждый уберет ветки хотя бы в своем дворе, на своей улице, ликвидировать последствия снегопада станет легче и быстрее. Сегодня выпал новый снег. Есть гарантия, что и он доставит немало хлопот коммунальным службам. И сколько еще придется с этим бороться, остается только гадать.